вот добрый день у нас сегодня будет два доклада из цикла великие казанцы первое будет выступать рынок нубовец великий математик николай иван начал обащевский а потом леонид к нубовец казанская химическая школа вот я прошу рано начинать можно начинать покажу покажу свою одну секундочку сейчас ручку можно говорить я сейчас найду найду оба родились и до 26 лет жили в казани и в казани жила и работала очень много талантливых и всемирно известных людей поэтому мы решили познакомить вас с маленькой долей от них потому что их слишком много сегодня я начну с доклада о великом лобачевском вот первый слайд почитайте великий математик лобачевский я докладчик лобачевский 40 лет работал в казанском университете начнем с того что такое казанский университет казанский университет пожалуйста второй слайд был основан в 1804 году по приказу императора александра первого вот так он выглядел в 1830 году вскоре после открытия вы видите вот все это все эти здания это казанский университет и так он назывался императорским до 1917 года до года революции а в 1917 году следующий слайд пожалуйста 3 вот как он выглядит ну он там тоже продолжается но в общем вы можете видеть что он выглядит подобно тоже тут очень много колонн этих вы видите ну а это памятник вы догадались ульянову который был изгнан из этого университета я хочу рассказать вам и показать знаменитую библиотеку казанского университета вот это здание следующее да вот в этом здании сейчас расположен на втором этаже знаменитый грот пещера когда мы были там студентами то это было на первом этаже а потом был построен этот знаменитый дом ушковый известным архитектором ну в милке и этот грот перенесли в это здание вот посмотрите как он выглядит этот грот он сложен из натурального ракушечника потолок и стены из расселин выбивается красивая зелень наверху люстра стилизованная под какой-то необычный цветок вот внизу показано пару столов когда мы там учились то мы очень любили бывать в этом гроте он был тогда на первом этаже прямо напротив университета а потом его вот перенесли в это здание это библиотека имеет на сегодняшний день три миллиона двести тысяч книг и документов она является собственностью российской федерации очень известная библиотека я не знаю сейчас туда студенты ходят нет но когда мы учились мы обожали туда ходить ну теперь я наверное перейду поближе в геометрии вот следующий слайд пожалуйста это в лувре установлена муза геометрии вот она там держит циркуль это богиня геометрии геометрия развивался начала прежде всего в египте а потом и египтяне передали это дело дальше и в третьем четвертом веке появились многие которые научились у египтян геометрии то есть они измеряли объемы и площади предметов и переняли у них соответственно земледелие в 1000 в 2000 году до нашей эры появился знаменитый эвклид вот мы с вами все учились по учебникам геометрии в школе которые основаны на геометрии эвклида вот эта скульптура эвклида которая установлена в оксфордском музее в англии дальше пожалуйста а это считается фотографии не фотография а портрет эвклида нарисованы его современником вот эвклид держит в руках плоскость и циркуль следующий следующий пожалуйста это так называемые аксиомы эвклида эвклид выдвинул следующие пять аксиом давайте их почитаем всякие две точки можно соединить прямой линии ограниченную прямую можно неограниченно продолжить из всякого центра всяким радиусом можно описать окружность все прямые углы равны между собой и вот самый так сказать интересный пункт через точку вне прямой в их плоскости можно провести не более одной прямой не пересекающей данную прямую это речь идет о том что может быть только не что не может быть много таких линий только одна линия которая называлась параллельной следующий рисунок это конические сечения дело в том что все вот эти постулаты которые я вам перечислила они лежат в основе геометрии на плоскости то есть так называемой планиметрии но эвклид занимался не только планиметрии но и стереометрии изучением объемных фигур треугольников многоугольников он их изучал мерил их объем и их площадь почему я конические сечения вам показала видите тут окружность эллипс парабола гипербола дело в том что эти конические сечения нашли очень разнообразное и серьезное приложение в практике например все ну как мы потом увидим на гиперболе была создана дальше не эвклидовая геометрия лобачевского эллипс лобачевский даже писал такой труд теория движения по эллипсу небесных светил что касается параболы то во всех телескопах все зеркала были параболические то есть я вам привезла вот маленькие примеры того что конические сечения которые две тысячи лет до нашей эры были разработаны впервые и в клидом они нашли серьезное практическое применение теперь перейду ближе к телу к делу я же должна сегодня рассказать вам о жизни и работе николая ивановича лобачевского ну давайте начнем просто с его детства николай иванович лобачевский родился в январе месяце 1792 года то есть в декабре месяце я говорилась в нижнем новгороде нижний новгород это сейчас город горький тогда он назывался нижний но он опять ну я не знаю как он сейчас называется не буду вас обманывать он родился в семье просковье александровны очень умной энергичной и волевой женщины отец у него иван максимович лобачевский был очень слаб здоровьем много болел и в районе 40 лет скончался а жили они в доме сергей павловича шибаршина шибаршин он был их воспитателем их было трое сыновей в семье и их наставником он был очень активный борющийся за справедливость деловой человек он относился к этим трём сыновьям трём своим воспитателем очень хорошо занимался с ними обучал им их многому пожалуйста он так как он был из солдатских детей этот шибаршин то он имел право выучиться он выучился и стал геодезистом сената но вы знаете что такое геодезист он там измерял и наблюдал разные точки которые требовались землемером а потом он стал землемером то есть он уже не только отмерял но и бродил по всей россии бразил по всей россии в качестве земли маленький николай мог наблюдать за тем как он работает он был очень любопытный с детства и вот им это просто так предполагается что не исключено что он видел как он меряет там поверхность земли и что поверил на поверхности нет прямых ли а линии носят изогнутый характер ну это так сказать когда ему было пять лет он осиротел с двух сторон сначала умер шибаршин а потом умер его отец мать была очень решительная активная женщина и она забрала своих троих сыновей и поехала переехала в город казань и в городе казани лобачевский прожил всю свою жизнь она отдала их учиться на казенный счет в гимназию там была гимназия и она отдала туда учиться сыновей а после гимназии они имели право поступить в казанский университет я вам говорил уже что он был открыт по приказу императора в 1804 году лобачевский был большим хулиганом и выдумщиком в детстве и в молодости когда он поступил в университет все сокурсники обожали его потому что он придумывал всякие фокусы развлекал их всех и за все свои проделки много раз попадал в карцер но проделки он продолжал так сказать я вам приведу пример например один раз он изобрел ракету и ночью во дворе университета запустил эту ракету но представляете какой поднялся шум гвалт но лобачевский даже не сознался тем не менее все знали кто это мог сделать и посадили его в карцер а в другой раз он привел корову где он взял мы не знаем но он привел корову во двор университета и и уселся на эту корову стал ее гонять по двору а одновременно на как будучи на корове движущейся он развлекался курсников разными упражнениями причем он был физически очень развит и какие он только упражнение не делал имени а менял позицию сначала сидел лицом потом спиной и делал всякие гимнастические упражнения в общем хорошо развлекал их и сам развлекался и вдруг все замолкли оказывается во двор вошел ректор ну он значит заставил лобачевского слезть с этой коровы и наказал его опять его посадили в карцер вот несмотря на то что он из карцера почти не вылезал но вот эти всякие его проделки его обожали сокурсники но они доставляли много хлопот сотрудникам преподавателем университета ну я хочу сказать что он поступил в 17807 году в университет и пришел он туда пусть с неглубокими но с очень разнообразными знаниями я даже хочу вам я могу что-то забыть я хочу вам это дело прочитать сейчас найду что он изучал это вообще с ума сойти так простите на секундочку виталик плохо показываются кадры потому что вы смотрите с онлайна надо со своего компьютера файл показывать будет тогда все нормально но у меня нету по у меня нету по я не могу я скажу вам что вспомню значит он изучал языки французский латынь немецкий татарский он изучал все виды математики очень много разных видов алгебру геометрию тригонометрию также он изучал естественные науки он ими интересовался тоже он изучал философию он изучал естествознания в общем если я что-то пропустила наверняка он изучал все что только можно тяга к знаниям тяга к знаниям у него была с малого детства ну в казанске в казанске университет пригласили много преподавателей из германии то есть уровень преподавания там был очень высок особенно я хочу отметить бар тельс бар тельс это знаменитый преподаватель математики конечно самым любимым его учеником очень быстро стал лобачевский а почему его любил бар тельс прежде всего благодаря неординарной личности сообразительности жажде знаний и оригинальному я хочу да вот тут показали следующий слайд вот это геометрия эвклида видите одна линия и параллельная линия по его теории может быть только одна параллельная это геометрия риммана я вам дальше скажу кто такой римман видите у него две эти параллельные линии пересекаются а вот это геометрия лобачевского у него линии пересекаются и линии может быть сколько угодно вот тут он нарисовал три линии дайте пожалуйста следующий слайд главным достижением лобачевского хотя он занимался очень многими вещами и во всем достиг необычной глубины широты знаний но все таки главным его делом было создание геометрии лобачевского ее так и называли геометрия лобачевского или не эвклидова геометрия в 1826 году он доложил ученому совету своего университета первый раз свою созданную геометрию она называлась не эвклидова геометрия или геометрия лобачевского что сделал лобачевский он выбросил пятую аксиому эвклида и создал свою аксиому которая звучала так что параллельные может быть сколько угодно и что параллельные в одну сторону если взять пучок их создать то в одну сторону они уменьшаются а в другую до бесконечности увеличивается вот это была аксиома созданная лобачевским он взял четыре аксиома эвклида и пятую свою аксиому вот эта модель которую сам лобачевский нарисовал для того чтобы немножко объяснить посмотрите вот здесь точка м и кривая д они не пересекаются и через точку м я не знаю тут очень плохо одну видно но через точку м он провел три кривые д 1 д 2 и д 3 мы не будем дальше вникать в эту модель потому что он специально ее создал чтобы показать пример это фигура называется гиперболоид потому что она гиперболоид она имеет отрицательную кривизну как вы видите вот здесь вогнутые линии вот это верхняя окружность называется абсолютом роль прямых в геометрии эвклида были прямые линии а у лобачевского нет прямых все эти линии вы видите они изогнуты с отрицательной кривизной нужно сказать что геометрия лобачевского была очень плохо принято никто ничего не понимал следующим обобщением пространство по примеру лобачевского была создана геометрия риммана я вам уже показывала там три геометрии эвклидова риммана и лобачевского но римман во время вычислений где-то ошибся и до конца вычисления не довел а цель то была такая что надо было доказать что геометрия лобачевского также не против его как геометрии эвклида лобачевский первый вот это сам и доказал но математика тоже была к этому не очень готова потому что ну мало талантливого людей видимо и занимались в тридцать шестом году в казанский университет приезжает император николай первый он остался очень доволен состоянием дел в казанском университете и наградил ректора казанского университета а им уже был лобачевский престижным орденом анны второй степени дававшим право на потомственное дворянство слову говоря лобачевский в 35 лет стала ректором да он ректором стал в 35 лет до этого он два срока был деканом физико-математического факультета и а до этого он прошел многие стадии несмотря на то что он очень был хулиганистом ему часто задерживали присвоение очередного звания там было очень много в то время званий название магистра адъюнкта и это неординарного да неординарного профессора потом ординарного профессора он несмотря на свои хулиганство на то что он вообще чуть был не исключен из университета но его с детства многие преподаватели называли юным гением и поэтому они не выполнили приказ императора а император такой приказ издал что тех кто плохо себя ведет за плохое поведение немедленно отчислять и посылать в армию и он был близок к этому но его счастье что его учителем был Бартельс это знаменитый математик который отстоял Лобачевского и его оставили при университете и он прошел вот все эти должности и в 35 лет его назначили ректором я сразу скажу что ректором он избирался 6 раз 20 лет он был ректором да ректором он был подряд 20 лет 40 лет он работал в университете все из них можете помолчать он 20 лет был ректором что делал да еще я забыла вам сказать что в 36 году он получил вот этот ежный орден а в 38 через два года за заслуги на службе и в науке ему было пожаловано дворянство и дан герб герб Лобачевского был внесен в общий гербовник дворянских родов всероссийской империи также Лобачевский создавал свою геометрию он построил при нем была построена пулковская фу пулковская прекрасная обсерватория казанского университета которая заработала на год раньше чем пулковская известная лаборатория обсерватория дальше будучи ректором он очень много занимался астрономическими наблюдениями он изучал положение и движение небесных тел в космосе и на этих измерениях и была основана созданная им геометрия потому что он первую свою книгу написал воображаемая геометрия но он тут же в этой книге указывал что он имеет в виду не воображаемую геометрию придуманную кем-то а имеет в виду геометрию которую нужно вообразить в соответствии с астрономическими наблюдениями которыми он занимался всю жизнь в сорок втором году было всеобщее солнечные затмения и он с одним своим учеником ляпу новым поехал туда и наблюдал это солнечное затмение он очень много уделял внимание измерение причем усовершенствовал метод обработки этих измерений их вычисления и в итоге он обнаружил что геометрия лобачевского она имеет отрицательную кривизну это мы уже говорили но она на 10 в 6 степени 37 вот такая маленькая величина она меньше чем созданная эвклидом значение двух прямых углов равное 180 градусов и у нас получается такая картина два мы как сказал эвклид все прямые углы равны между собой и сумма двух углов равняется 180 градусов а сумма двух углов в геометрии лобачевского на 0,37 в 10 минус 6 степени меньше что касается риммана то это геометрия она была создана на сфере и она на какую-то величину больше геометрии величины геометрии эвклида то есть больше 180 градусов а то что сумма углов в треугольнике равна 180 градусов мы это еще можем помнить со школы ну вот в лаборатории с этим за счет этих всяких измерений лобачевский пришел к выводу что лаборатория лабораторные измерения должны быть продолжены это он имел ввиду измерения астрологические астрономические время шло кто-то начал понимать из математика частичное понимание геометрии лобачевского и многие математики например пон каре бартельс клейн стали создавать свои модели лобачевского ну вот например модель номер два это модель пон каре значит смотрите он дело в том что разные модели создаются в разных из разных измерениях на разных плоскость и в разном объеме вот например он провел круг круг который называется абсолютом по лобачевскому дальше идет кривая 1 точка а и кривые альфа вот оно и а и б это кривые являются параллельными единицы параллельными считаются две кривые которые сходятся на абсолюте на c смотрите вот линия b она идет идет и приходит в c и здесь сливаются две линии единица и c поэтому эти линии 1 и b являются параллельными а вот линия а она сливается с другой стороны и пучок таких линий можно создать сколько хочешь большим с одной стороны эти линии расходятся как вы видите ну тут вот четыре взято а с другой стороны эти линии расходятся они лобачевский лобачевский обычно решал модели геометрически а фон каре и клейн решали их алгебраически но на эти вычит там вводится целый ряд новых понятий что такое дефект и так далее и в результате эти вычисления занимают не меньше пятидесяти минут мы конечно этим заниматься не можем но мы и не будем третья модель это модель псевдосферы ну вот я ее вам только покажу ее вычисления очень сложные в общем мы вычислять ни одну модель не будем но в результате вот все эти люди которые создавали модели таких было все больше и больше они решая эти модели доказывали что геометрия лобачевского не противоречива как высказывались все критики и она эта геометрия также и не противоречива и имеет те же основания для существования как как у эвклида вот дальнейшее развитие геометрии лобачевского привело к тому что стали изучать кривизну пространство вот я вам просто один пример потому что он красивый приведу вот это поверхности разной кривизны первое это мы знаем это гиперболоид мы уже видели гиперболоид лобачевского вторая это цилиндр нулевая кривизна и третья вот это геометрия риммана она выполнена на сфере у него каждые две диаметрально противоположные точки на диаметре тут и тут они составляют одну точку это очень тоже сложная геометрия римман ошибся где-то в подсчетах и все бросил доказывать свою геометрию не стал но потом появились люди которые создавали модели и таким образом доказывали и геометрию риммана и геометрию лобачевского геометрия совершив свое великое открытие лобачевский написал много книг под разными названиями первое я вам говорила была воображаемая геометрия было просто исследование геометрии и так далее я вам не буду даже перечислять он написал много книг в которых разъяснял особенности своей геометрии в результате злобная критика профессоров петербургского университета постоянно занимала все возможные печатные издания его называли ну не буду даже говорить в общем плохими словами его называли и говорили что за такую геометрию его надо лишить звания математика но время шло больше моделей было доказано и в итоге появилось признание Лобачевского он не дожил до своего признания десять двенадцать лет всего через десять двенадцать лет стали появляться другие статьи он свою геометрию объявил двадцать шестом году 1826 а за границей немцы и французы потому что он еще написал по-немецки и написал по-французски сам написал и послал в германию и во францию но это уже до них дошло в сороковом году то есть гораздо позже чем это было написано и вот Лобачевский очень переживал что его так критикуют у него просто фобия была что его работа никому не нужна что его геометрию никто не понимает и он упорно до самой смерти писал статьи и книги в которых доказывал справедливость своей геометрии первым ценителем его геометрии был декан физико-математического факультета Казанского университета некто Котельников несмотря на то что злобная клевета постоянно печаталась а ответы Лобачевского не печатались и объяснение Лобачевского этим критикам не печатались Котельников набрался смелости сделал на ученом совете Казанского университета такой доклад о причинах пренебрежения математикой и в этом докладе он назвал работу Лобачевского изумительной и написал что пройдет немного времени и этим хулителям будет стыдно за свои выступления я хочу вам рассказать и про другие увлечения Лобачевского он увлекался не только точными науками он очень любил растения и обожал ими заниматься их выращивать любимыми растениями были кедры он выращивал кедры и очень переживал говорил что он знает что он не доживет до того времени когда кедры покроются шишками и так и было первые шишки были собраны с кедров через всего лишь 10 12 месяцев после смерти Лобачевского другим его очень глубоким увлечением было сельское хозяйство во-первых я забыла вам сказать хочу сейчас сказать что Лобачевский читал всякие всякие лекции в своем университете будучи ректором он еще бесконечное множество лекций читал заменял любых преподавателей и очень любил читать лекции а его обожали студенты он также любил доставлять их на путь истинный студенты говорили о нем как о замечательном человеке наставляя студентов он обладал даром убеждения но он никогда не повышал голос он наоборот тихой беседе предпочитал крики и несколько студентов после внушений лобачевского они только хулиганили хотели уйти их должны были забрать в армию но они взялись за ум и из них выросли прекрасные инженеры и ученые женился он поздно в 44 года его избранницей стала на 20 лет моложе его Варвара Алексеевна Моисеевна Моисеева она была из рода известных очень богатых дворян она была влюблена в лобачевского с детства ну вот он на ней женился у них было много детей в итоге у них было четыре мальчика и три девочки многие дети умирали в молодости тогда это очень было распространено у нее было много усадеб имений домов они поселились в большом доме и их дом был открыт для всех и всегда у них всегда было много гостей которых с поразительным добродушным юмором очень умело развлекал Николай Иванович я хочу еще сказать я тоже упустила это что будучи ректором когда холера началась в Казани все сидели по своим домам боялись вообще нос высунуть а Лобачевский ходил по домам с холерой и вытаскивал оттуда больных вот такой был человек мне осталось показать вам семнадцатый слайд ну и лучше даже восемнадцатый покажите потому что восемнадцатый слайд это бюст Лобачевского у здания Московского государственного университета где были выставлены самые знаменитые ученые следующее пожалуйста слайд девятнадцатый спасибо за внимание на этом я позволю себе кончить я хочу поблагодарить вас за великое терпение за то что вы пришли на мой доклад потому что это все таки не доклад развлечений но я надеюсь что хоть кому-то из вас было интересно послушать про жизнь великого гения я сама кончала физико-математический факультет этого университета ну и последний раз когда я была в Казани в 2006 году я была просто потрясена я советую вам пойти на интернет и посмотреть путешествие по Казани город стал такой красивый он весь перестроен но с таким вкусом и такое там метро сделано то есть это просто интересно посмотреть я вам советую и думаю что путешествие по Казани доставит вам удовольствие еще раз я и возбудит интерес геометрия я лично геометрия никогда не увлекалась но то что лобачевский гений это не подается сомнений спасибо еще раз будьте все здоровы и я желаю вам всем всего самого доброго если у кого-то есть какие-то вопросы пожалуйста запишите их чтобы не забыть потому что на вас сейчас обрушится леона со вторым докладом там будет очень много материала и это вся геометрия моя вместе с лобачевским может удовлетворить да и поэтому запишите свои вопросы я буду очень рада если они у вас будут и отвечу в меру своих возможностей всего доброго спасибо я думаю что вопросы можно записать в чате ну пока вы помните запишите в чате кстати кстати ладно ладно потом у тебя это целые часы хорошо хорошо мы переходим до Леонида переходим Леонида он займет командное место что думал а где он поднимался что с ним на держи все все ты туда иди подожди это я уберу от тебя давай забирай ходу и двигайся уходи туда нет я сейчас не могу а нет ты пить захочешь пить ну я в принципе готов можно начинать пожалуйста или не пожалуйста пожалуйста у нас сегодня семейный подряд и поэтому я подряд прямо за рынок так и пойду значит у меня тема это казанская химическая школа дорогие друзья я хочу познакомить вас с интереснейшим моментом в российской истории созданием казанской химической школы и не воротчайшей представители это могучая химическая кучка где-то сродни российской музыкальной кучки оставившей неизладимый след в русской мировой культуре великие казанские химики зенен бутеров клаус морковников зайцев отец и сын арбузовы внесли неоценимый вклад в химическую органическую науку и практику каждый из вышеназванных казанских химиков является мирового уровня ученым прославивший россию своими новаторскими исследованиями и открытиями а теперь по порядку я расскажу о каждом из них если урена была задача рассказать только об одном человеке у меня задача посложнее мне нужно рассказать о всей этой кучке о всех этих людях так вот казанская химическая школа это уникальное явление в истории науки на протяжении более двухсот лет не рвется цепь отношений учителя ученика между ее представителями зенен клаус бутеров морковников зайцев арбузов второй арбузов этим ученым полежит особая роль в истории российской химической науки покажите пожалуйста слайд номер 4 вот вот это великие казанские химики и вы можете здесь видеть на этом слайде что основатели казанской химической школы дальше продвигали эту науку во многих других университетов в частности в петербурге в москве в аршаве в киеве в харькове это все были истоки от казанских ученых вот основателем казанской химической школы является николай николай зинин блестящий окончивший 1833 году казанский университет со степенью кандидата и золотой медали за представленным сочинение о пертрубациях эллиптического движения планет выдающиеся способности николай николаевича обратили на себя внимание коллеги профессоров и ректор университета великого математика николай ван шелобачевского зинин был оставлен при университете где он успешно проводил порученные ему репетитор по физике а затем преподавание аналитической механики гидростатики гидравлики николай николаевич блестящий сдал экзамен на степень магистра физико-матических наук но затем кардинально изменил направление своей деятельности в 1835 году ему было поручено преподавание химии вероятно эту дату можно считать временем возникновения казанской школы химиков органика что же произошло точных данных по этому поводу нет но существует легенда о том что ректор университета николай иван шлобачевский озабоченный состоянием химии в университете предложил зинину заняться этой дисциплины в ответ на возражение зинина разве химия это наука лобачевский согласно разве химия это наука лобачевский согласно этой легенде ответил ваша задача сделать ее наукой так это было или нет но впоследствии зинин блестяще справился с поставленным перед ним задачи тридцать пятом году начал преподавание химии в казанском университете а в 1842 году сделать своем эпохальное открытие осуществил реакцию восстановления ароматических нитросоединений в ароматические амины реакции зинина ставшую основой всей анилокрасочной промышленности эта работа получила самую высокую оценку в научном мире немецкий химик гофман так отозвался об этом событии все мы тогда уже чувствовали что дело шло реакции необычайно обширного значения если бы зинин не сделал ничего более кроме превращение нитробензола ванилин то его имя и тогда осталось бы записанным золотыми буквами в истории мировой химической науки великая роль зинина состоит в том что благодаря его замечательным открытием русской химической наука встала на один уровень западноевропейской это слова александра ирмин гельевича арбузова а во вторых зинин заложил основы создания казанской школы химиков органиков немного истории вопроса 9 января 37 года зинин был утвержден адъюнтом по кафедре химии и весной этого же года был направлен на учебу за границу где пробыл три года до осени сорокового года сначала зинин направился в берлин где начал химию мечерлиха и розы в это время там работали два известных химико братья генрих и густав розы одновременно занимаясь у эрнберга швана и агана мюллера затем работал в других лабораториях выдающихся ученых того времени в париже у теофили жюля пелуза в лондоне у фарадея и в гессене у профессора либиха первая статья зина была напечатана в германии в журнале любих анналын в 1839 году в ней зинин сообщил о новом им найденном способе переворачивание горько миндального масла в бензоин в 1840 году там же в этом же журнале была помещена вторая статья зинина о бензойных соединений эти работы составили докторскую диссертацию зинина которую он защитил санкт-петербургском университете в 1841 году после возвращения россии получив степень доктора естественных наук в том же году он был утвержден экстраординарным профессором по кафедре технологии в казанском университете в казани он оставался до 1847 года когда получил приглашение перейти на службу в санкт-петербург профессором химии в медико-хирургическую академию где сначала работал звание ординарного профессора потом академика заслуженного профессора тем директора химических работ профессорскую деятельность в академии зинин совмещал со многими другими обязанностями 12 лет был ученым секретарем с 56 года вице-президентом два года был членом и последующие два года председателем академического суда дважды был временно управлял академии в 1865 он был издан ординарным академии российской академии наук одно из могучих век как я уже говорил в открытии зимним является синтез анилина он является родоначальником класса ароматических амином название анилин происходит от названия одного из растений содержащих индиго индиго ферро анил изначально анилин получали восстановлением нитербензона молекулярным водородом реакция зинина является более эффективным методом получения анилины в реакционную массу вливали нитербензол который восстанавливаясь до анилина в настоящее время они лин используются для производства метиль ди's а зонат а мы используем затем для производства полиурет она они лин также используются производстве синтетических лучиков, гербицидов и красителей. В России аннилин в основном применяют в качестве полупродуктов в производстве красителей, взрывчатых веществ и лекарственных препаратов. Сульфа-нивамидные препараты. Исследуя нитропроизводные, Зинин вместе с Петрушевским начали работы над созданием взрывчатой композиции на основе нитроглицерина, безопасной при транспортировке. В итоге был найден хороший вариант пропитки нитроглицерином карбонатом магнием. Об этом Зинин рассказал своему соседу подачи, Альфреду Нобелю, сыну Эммунуэля Нобеля, владельца завода по производству мин. Идея пригодилась Нобелю спустя несколько лет. Во время транспортировки нитроглицерина одна из бутылей разбилась, и жидкость пропитала инфузорную землю, насыпанную между бутылями для предотвращения возможного удара. Нобель, вероятно, вспомнил, рассказывая Зинин о том, что нитроглицерином следует пропитывать порошковые вещества, достаточно быстро оценил свойства образовавшейся композиции, названной впоследствии динамитом и принесшей ему баснословные прибыли. Узнав об этом, Зинин заметил, что этот Альфред Нобель выхватил у нас динамит из-под носа. В России в 1963-1967 годах нитроглицерин стали успешно применять при подземных и подводных взрывах. Синтезы Зинина получили научные основы для создания промышленности синтетических красителей, взрывчатых веществ, фармацептических препаратов, душистых веществ и другие. Деятельность Зинина часто сопровождалась научными командировками на КАПТАС, для исследований минеральных вод, в Крым для исследований грязи, за границей для изучения европейского опыта работы химических лабораторий, на Парижскую выставку в 1867 году в качестве члена жюри. Зинин имел учениковича в Казани, Бутлеров и другие. После переезда в Петербург он создал большую школу русских химиков. Бородин, вам известный композитор одновременно, Бегетов, Шишков, Энгельгард. В 1880 году отделение химии русского физико-химического общества учредило премии имени Зинина и Воскресенского за лучшие самостоятельные работы в области химии. Зинин был почетным членом многих русских и иностранных научных обществ, академий и университетов, членом корреспондентом Французской академии наук с 1873 года Берлинского и Лондонского химических обществ. Я перейду к следующей фигуре моего доклада. Это Карл Карлович Клаус. Покажите, пожалуйста. Ага, вот он, слайд седьмой. Карл Карлович с нескольким особняком отстоит от могучей кучки казанских химиков-органиков, поскольку он занимался неорганическими продуктами. Немногие знают, что в Казани более 180 лет назад был открыт один из так называемых естественных, то есть существующих в окружающей нас природной среде, химических элементов – рутений. Еще меньше знает о том, что рутений вообще единственный из естественных элементов, открытых российскими химиками. Уж тем более о том, что честь этого замечательного открытия принадлежит профессору Казанского императорского университета Карлу Карловичу Клаусу, человеку удивительной судьбы, которая не слишком баловала этого замечательно одаренного человека. Он народился в 1996 году в Дерпте, ныне Тарту, в семье художника. Он очень рано стал сиротой, в четыре года лишившись отца, в шесть матери. Было совсем не до учебы, и в гимназии он не учился. В 1810 году он переехал в Санкт-Петербург, где поступил на работу в одну из аптек. Самостоятельно подготовился и сдал успешный экзамен на звание аптекарского ученика. Через шесть лет юноша сдает второй экзамен и получает звание провизора. В 1817 он переехал в Саратов, где открыл собственную аптеку, которая быстро стала популярной. В 1826 году Клаус переехал в Казань и занялся изучением флоры степей Уральско-Поволжского региона. В 1831 году он окончательно оставляет аптекарское дело и на некоторое время возвращается в ДЭРП, где поступает в местный университет и одновременно работает лаборантом в химическом кабинете университета. Прочитав пробную лекцию в Петербургской медико-хирургической академии, Клаус в 1837 году был утвержден отъюнтом при кафедре химии в Казанском университете и стал по совместительству первым заведующим химической лабораторией. В 1838 году Клаус представляет докторскую связацию на тему химическое разложение Сергеевских минеральных вод, который успешно защитил и через полгода становится экстраординарным профессором университета. Кстати, само название открытого элемента рутений происходит от древнейшего латинского слайда 8 и 9. Покажите, пожалуйста. Следующие слайды, Виталий. 8, 9. Да. Происходит от древнейшего латинского названия России. Рутения. Так на древней латыни называлась Россия. Несмотря на то, что изучением состава уральских платиновых рут, в которых содержится этот элемент, занимались химики с мировыми именами. Берцеллиус, Веллер, Воластун, Вокелен. Никто из них не смог его получить и даже догадаться о его присутствии. Место рождения платиновых рут на Урале стали известны, начиная с 1819 года. Российское правительство заинтересовало самой платиной. Целью ее использования для чеканки монет и по инициативе министра финансов Канкрина разослана для исследований крупным западноевропейским ученым образцы уральских платиновых рут. В Германии – Гумбельту, в Англию – господину Деви и в Национальный суд Франции, а также в Боластуну, который в 3-4-х годах открыл два платиновых металла – Родий и Палладий. И знатоку платиновых металлов – Берцеллиусу. Образец платинового рута попал и к малоизвестному тогда Клаусу, который с 1937 года заведовал только что созданный химической лабораторией Казанского университета. Впоследствии Клаус писал, «Желая ближе познакомиться с платиновым металлом и приготовить главнейшие их соединения для химических кабинетов Казанского университета, я выпросил у господина Соболевского два фунта остатка и в 1801 году приступил к делу. При самом начале работы я был удивлен богатством моего остатка. Ибо извлекая из него кроме 10% платины немалое количество иридии, родии, осмеи, палладии и смеси различных металлов особенного содержания, в котором, по моему мнению, должно было заключаться новое тело. Через несколько лет после многих экспериментов в своей исторической работе химическое исследование остатков уральской платиновой руды и металлорутении Клаус писал. Тогда я начал сравнивать это тело с иридием во всех возможных отношениях. Я нашел при этом такие большие различия, что у меня не осталось ни малейшего сомнения в его особенностях. При этом обстоятельстве, я так удостоверился в его качестве, что мне легко было придумать верный способ получения его из платиных остатков и отделения его от других металлов. В 1833 году, издавая незавершенную монографию Клауса, Александр Михайлович Бутеров отметил в предисловии, что все исследователи платиновых металлов чтут память и имя Карла Клауса. А спустя некоторое время один из крупнейших ученых-химиков 20-го столетия Александр Эрменингенович Арбузов писал «Химический исследование остатков уральской платиновой руды и металла рутения, выполненное Клаусом, принимая во внимание условия этого времени, в кратчайший срок может считаться классическим научным трудом. Сочинение Клауса по ясности изложения важности и строгости выводов можно смело и с успехом соперничать с классическими исследованиями в области металла платиновой группы одного из величайших химиков всех времен знаменитого шведского химика Берцеллюса». И далее он продолжал «Чтобы открыть во времена Клауса новый элемент платиновой группы рутений надо было обладать чрезвычайной наблюдательностью, проницательностью, трудолюбием, настойчивостью и тонким экспериментальным искусством. Всеми этими качествами в высокой мере обладал Клаус, один из первых блестящих представителей химической науки тогда еще молодого Казанского университета. Рутений металл будущего. Как известно, к благородным металлам обычно относят золото, серебро и платина, но по неспособности вступать в химические реакции высокую устойчивость и коррозии этот список дополняется еще пятью элементами, так называемой платиновой группой. Это рутений, родий, палладий, осми и иридий. Таблица Менделеева не компактно занимает клетки именно 44 по 47 и 76 по 79. Рутений один из аналогов платины. Он может существовать в девяти эвалентных состояниях. Способность этого элемента непредсказуемо менять свою эвалентность часто ставит химиков в затрудительное положение, поэтому степень его изученности ниже всех остальных элементов этой группы и до сих пор изобилиев множеством белых пятен. По многим механическим и химическим характеристикам он мог бы соперничать с платиной и золотом. Однако рутений очень хрупок и это объясняется недостаточной частотой образцов, которые подвергались испытаниям. Рутений очень редкий и российный элемент земной коре. Его содержание составляет 0,005 грамма на тонну. Известно только два рутениевых минерала лаурит рутений S2 и рутений арсенит рутений арсен встречающие в природе крайне редко. Разведанные запасы рутений в мире ничтожны и составляют не более 5000 тонн. Добыча рутений ведется всегда попутно основной руде на месторождениях платины, меди, платиновых горных выработок. Главный источник добываемого рутений в мире Южно-Африканская республика. Рутений применяют во многих отраслях. Небольшие добавки рутений обычно увеличивают коррозионную стойкость, прочность и твердость сплава. Рутений применяют для синтеза синильной кислоты из аммиака и метана. Рутеневые покрытия, нанесенные в виде тонкого слоя на различные материалы и изделия, значительно увеличивают срок их службы. Многие характеристики рутений до сих пор не раскрыты и научные сообщества настроены на их всестороннее изучение. Во многих странах разорваться с перестим направлением использования этого элемента. Его по праву называют металлом будущего. Несмотря на время, которое все дальше и дальше отдаляет от нас дату открытия элемента номер 44, память о нем и его первооткрывателя не меркнет. Имя Клауссона всегда осталось в истории химической науки России и по праву заняло свое место в пантеоне выдающийся химик. Следующий персонаж моего доклада это Александр Михайлович Бутлеров. Покажите, пожалуйста, слайды 13, 14, 15. Дальше, дальше. Бутлеров, да. Он родился в Чистополе, Казанской губернии, в семье помещика офицера в отставке. Рано лишившись матери, Бутлер воспитывался в частном пансионате в Казани, затем учился в Казанской гимназии. Будучи воспитанником пансионата, начали интересоваться химией, вместе с коллегами пытались изготовить то порох, то ментгальские огни. Однажды, когда один из опытов привел к сильному взрыву, воспитатель сурово его наказал. Три дня подряд Сашу выводили и ставили в угол на время, пока другие обедали. На шее ему вешали черную доску, на которой было написано «Великий химик». Впоследствии эти слова оказались пророческими. В 16-летнем возрасте Саша поступил на физико-математическое отделение Казанского университета, который в то время был центром естественно научных исследований в России. В первые годы студенчество Бутылев увлекался ботаникой и зологией, но затем под влиянием лекции Клауса и Зинина заинтересовался химией и решил посвятить себя этой науке. В 1849 году Бутылев окончил университет и по представлению Клауса был оставлен на капель в качестве преподавателя. В 1851 году он защитил магистрскую диссертацию об окислении органических соединений, а в 1854 году докторскую диссертацию об эфирных маслах. В 1854 году стал экстраординарным профессором химии Казанского университета. Во время заграничной поездки в 1857-1858 годах Бутылев сблизился со многими видными химиками, в том числе Кеколем, Эрен Мейером и провел около полугода в Париже, деятельно участвовав в заседании Парижского химического общества. В Париже в лаборатории Вюртса Бутылев начал цикл экспериментальных исследований, открыв новый способ получения йодистого метилена. Бутылев получил исследований многочисленные его производные впервые синтезированные гексаметилен тетраамин, уротропин вам знакомый и тример формальдегида. Уротропин он применяется для издавления пластмасс, фенольфор вармагидных смол, бытовой химии, лаковых пленок, в аналитической химии для производства буверных растворов и в медицине фармакологии, противомикробные и противобактериальные средства, мочегонный препарат, средства длительного действия против потливости, лекарства при подагре, атеросклерозе, аллергических кожных заболеваний, при некоторых заболеваниях глаз. Особенно эффективен при лечении болезни мочевыводящих путей. В работе, опубликованной в 1861 году, Бутлеров показал, что три оксиметилен при обработке известковой водой переходят в сахаристые вещества. Реакция Бутлера. Первое публичное выступление Бутлера по теоретическим вопросам органической химии относится к концу 50-х годов. Его доклад на заседание Парижского общества 17 февраля 1858 года. В нем говорится, что за радикалы следует считать не только органические группы, но и группировки типа OH, NH2, то есть характерные для различных классов органических веществ сочетания атомов, которые впоследствии получили название функциональных групп. В этом же докладе Бутлера впервые употребил и сам термин структура, относя к одному типу молекулярной структуры метан, хлористый метил, хлористый метилен, хлорофорум, четырехлористый углерод, метиловый спирт. В следующем 59-м году Бутлеров писал, экспериментальные исследования дадут нам основания для истинной химической теории, которая будет математической теорией молекулярной силы, называемой нами химическим сродством. Поскольку, однако, сродство есть не только причина превращения, но и причина определенной группировки элементарных атомов химической молекулы, то оно и должно изучаться не только во время производимого движения молекул, но также и в состоянии равновесия материи. Таким образом, Бутлеров уже в 1858 году вышел за пределы представления Шарля Жерара в весьма существенном пункте. Он считал возможным говорить об определенной группировке атомов в сложных частицах, причем причину этой группировки видел в химическом сроссвете. В этих словах содержалась по существу одна из основных идей теории химического строения, послужившей основой теории химического строения. Ее главное положение он сформулировал в докладе о химическом строении вещества, прочитанном на съезде немецких испытателей и врачей в Шпеере в сентябре 61-го года. Основу этой теории сформулированы таким образом. Первое. Полагать, что каждому химическому атому свойственно лишь определенные и ограниченное количество химической силы с родства, с которой он принимает участие в образовании тела, я назвал бы химическим строением эту химическую связь или способ взаимного соединения атомов в сложном теле. Второе. Химическая натура сложной частицы определяется натурой элементарных составных частей, количеством их и химическим строением. С этими постулатами прямо или космос связаны и все остальные положения классической теории химического строения. Эти теоретические постулаты объясняли существование изомеров, соединений с одинаковым химическим составом, но с разным строением атомов пространства. Большое значение для становления теории химического строения имело ее экспериментальное подтверждение в работах самого Бутлера, так и его школы. Бутлеров предвидел, а затем и доказал существование позиционной и скелетной изомерии. Получив третичный ботиловый спир, он сумел расшифровать его строение и доказал совместно с учениками наличие у него изомеров. Им было высказано предположение существования четырех кислот. Строение первых трех было определено в 71-м году Эрн-Мейером, а четвертый полученный самим Бутлером в 72-м году. Чтобы провести идею теории химического строения через всю органическую химию, Бутлеров издал в 1864-66 годах вторую книгу «Введение к полному изучению органической химии». Второе издание, которое вышло уже в 1867-68 годах на немецком языке. Подтверждением структурной концепции строения органических веществ Бутлеров стало получение в 1863 году четырех изомеров бутилового спирта, один из которых был синтезирован Бутлером. Кроме того, Бутлеров рассказал свойства поведение химических реакций изоботилена двух бутанок трех пентанов. Дальнейший Бутлеров открыл обесцение явления Таута Мирии. Сегодня именно Таута Мирии по Бутлеру является общей признанной и заключается в том, что некоторые изомеры могут легко превращаться друг в друга, находясь в смеси в разноместном соотношении друг с другом. Теория Бутлера быстро завоевала признание в международном ученом сообществе. Учебный изображение миотеории, законченный в 1966 году, почти сразу был переведен на все основные языки Европы. В 1968 году по представлению Менделеева, который писал, Бутлеров один из замечательнейших русских ученых. Ученик знаменитого академика Зинина. Он сделался химиком не в чужих краях, а в Казани, где и продолжает развивать самостоятельную химическую науку. Направление научных трудов Бутлера не составляет продолжения или развития идей предшественников, но принадлежит ему самому. В химии существует Бутлеровская школа Бутлеровское направление. Бутлеров был избран ординарным профессором Петербургского Академии Наук. В 1978 по 1982 годы был президентом и председателем отделения химии Русского физико-химического общества. Бутлеров впервые начал на основе теории химического строения систематической исследования процесса полимеризации, продолженной в России его последней и увенчавшейся открытием Сергея Васильевича Млебедева промышленного способа получения синтетического кучука. Огромная заслуга Бутлера это создание первой русской школы химиков. Еще при его жизни ученики по Казанскому университету Марковников, Попов, Зайцев заняли профессорские кавитры университета. Из учеников Бутлера по Петербургу наиболее известны Тищенко, Фаворский Львов Кондаков. В разное время в Бутлерской лаборатории работали практикантами Вагнер, Коновалов, Флавицкий, Базаров, Кракал, Эльтеков и другие видные русские химики. Преподавательская деятельность Бутлера длилась 35 лет и проходила в трех высших учебных заведениях Казанском, Петербургском университете и на высших женских курсах. Под руководством Бутлера работал множество его учеников, среди которых можно назвать Марковникова, Флавицкого, Зайцева в Казани, Фаворского, Кондонтова в Петербурге. Бутлеров стал основателем знаменитой казанской бутлеровской школы химиков-органиков. Кроме химии, Бутлеров много времени уделял практическим вопросам сельского хозяйства, садоводства, пчеловодства и разведения чая на Кавказе. Теория Бутлера о химическом строении вещества нашла полное подтверждение в наши дни благодаря открытию новых физических методов анализа спетроскопии, ямы эрмаз, спетроскопии, ременографии и электронографии. Память о этом выдающемся человеке в 1953 году перед зданием химфакта МГУ Бутлеров был открыт памятник. В 1970 через Бутлеров назван кратер на Луне. В 1978 в Ленинском садике Казани установлен памятник. Улицы Бутлеров есть в Казани, в Москве, Санкт-Петербурге, в Дову, в Пилсе, Киеве, Дзержинске, Чистополе, Волгограде. 18-23 сентября в 2011 году в Казани прошел Международный Конгресс по органической химии, посвященный Бутлеров Бутлеровский Конгресс. Следующие представители Казанской школы это Марковников и Зайцев. Слайды номер 10 и 12, пожалуйста. Здесь простите, пожалуйста, немножко попутанное его имя и отчество, на самом деле Марковников Владимир Васильевич, а Александр Михайлович это Зайцев. Казанский период деятельности Бутлеров завершился в 68-м году, когда он был избран ординарным профессором в Санкт-Петербурге. Но в Казани остались два таланта ученика Бутлеров Марковников и Зайцев, окончившие камеральное отделение юридического факультета Казанского университета, где химии изучалось основательнейшим образом. Приемником Бутлеров стал Марковников, автор выдающих труда материала по вопросу о взаимном влиянии атомов химических соединений. Во всем мире в учебниках по органической химии приводится правило Марковникова, правило присоединения, слайд 11. Оно гласит, при присоединении галогена водородов и воды к алкенам или алкинам атом водорода присоединяется к более гидрогенизированному атому углерода двойной или тройной связи. Вот что писал знаменитый американский химик Михаэль, начав жизненностью проблемой взаимной влиянии атома через 30 лет после Марковникова. Большая заслуга Марковника состоит в том, что он не только рассмотрел вопрос со всей его общности, но в то же время вывел некоторые в высшей степени важные правила, вытекающие из его взглядов. В Казани Марковник оставался недолго. В знак протеста против несправедливого волнения Лицгафта он ушел в отставку из Казанского университета. Он перешел сначала в Новороссийский, Одесский университет, а затем в 73-м Московский, где основал Московский ветер Казанской химической школы. Среди его учеников были известны московские химико-органики Каблуков, Коновалов, Чичебабин, по учебнику которого мы в свое время еще учились, Реформатский и другие. Московский период Марковникова отзвил обширный цикл исследований относящих к изучению нефти. Класс Марковников в эту область общеизвестен. Он был отмечен в 1900 году на первом международном нефтяном конгрессе в Париже с золотой медалью. Слайд номер двенадцатый. В Казани продолжала работа другой классик органической химии Буттеровской школы Альзан Михайлович Зайцев. В 1870-м он зачитал докторскую дистанцию на тему «Новый способ превращения жирных кислот в соответствующий им алкоголе». Общеизвестны его работы по синтезу спиртов. В учебниках по органической химии наряду с правилом Марковника фигурируют и правила Зайцева. Правила отщепления. Зайцев мог гласить «Отщепление атома водорода происходит преимущественно от наименее гидрогенизированного атома углерода». Зайцев продолжил бутлеровской традиции по развитию школы. Истории химии иногда пишут о бутлеровской тире Зайцевской школе химиков. Почти 40 лет с 1875 до 1910 Зайцев был во главе казанских химиков. Отметим, что он, будучи член кором Санкт-Петербургской академии наук, отказался баллотироваться в академике, не желая покидать Казань. Что было бы необходимо в случае избранья. В списке учеников Зайцева, работы которых напечатаны в журнале Русской физико-математического общества, значится 72 химика. Среди них Вагнер, Реформанский, Альбин, Арбузов и многие другие. Как видно из слайда 4, то, что я вам предъявлял раньше, во второй половине 2019-го, начале 2020-го, успешное развитие органической химии в России и за ее пределами инициировали питомцы и выпускники Казанского университета. Казанская школа продолжала развиваться и в дальнейшем. У ее ученики появились не только у Зайцев в Казани, но и у Марковникова в Москве, у Зинина и Бутлера в Петербурге. Эти ученики впоследствии сами стали основателями научных школ. Особенно отметим школу Фаворского. В Казани на 5-м Менделеевском съезде, посвященном 100-летию со дня рождения Бутлерова, встречу Бутлеров как глава школы русских химиков выступил Фаворский. В конце речи он сказал, воспитав Бутлерова, дав возможность развиваться его талантом, Казанский университет тем самым оказал русской химии услугу как ни один из других университетов. И он по справедливости может быть назван колыбелью русской химии. Следующий представитель этой ярчайшей школы это Александр Ирмин Эльдович Арбузов. Это уже ближе ко мне. Это почти мой современный. 20-й век в истории Казанской химической школы можно назвать Арбузовским веком. 80 лет во главе казанских химиков были славные представители династии Арбузова. Этот период ознавелся созданием в Казани крупного отечественного химического центра, охватывающего науку, образование и производство. Арбузов продолжал традиции Казанской химской школы, развивая теорию химического строения бутера при исследовании фосфорорганических соединений. В магической результате о строении фосфористой кислоты и ее производных Александр Ермень Геевич установил строение этой кислоты, получил в чистом виде ее эфир, открыл каталитическую изомеризацию средних эфиров фосфористой кислоты, так называемой арбузовой реакции, являющейся универсальным методом синтеза фосфорганических соединений. Эта работа положила начало систематического изучения некоторых отделов органических производных фосфора премии имени Зинина и Воскресенского Русского физического общества в 1906 году. В докторской дизитации о явлениях катализа в области превращения некоторых соединений фосфора в 1915 году Арбузов распространил свою реакцию на эфиры, фенолфосфинистых и других кислот, а также показал единство сил, ускоряющие каталитические процессы изомеризации силами, влияющие на скорость обычных химических реакций. Изучая механизм реакции, Арбузов открыл исследование новой класса фосфорганических соединений, фосфорганковые кислоты и эфиры. В годы Первой мировой воды Арбузов организовал в Казани выпуск солициловых препаратов, солициловой кислоты, солициловая кислонатория, аспирина и других. Арбузов установил физиологическую активность множества открытых соединений, разработал эффективные противоглоукомные средства совместно разумом моим преподавателем кстати химии. Слайд номер 18 внедренный в медицинскую практику так называем пирофос инсектицидные препараты для защиты растений. Арбузов написано 70 работ по истории отечественной химии и Казанской химической школы. Александр Медеевич внес большой клад воспитания нового поколения ученых, среди которых Борис Александрович Арбузов его сын Камай Пудовик Разумов Евлампиев Абрамов заведующий моей кафедры которую я окончал синтетического кучевка в Казани в КХТИ Алимов имя Арбузова носит одна из улиц Казани Институт органической физической химии Казанского научного центра Российская Академия наук перед воссадом которая в 77 году на постаменте установлена бюст ученым в 71 году в Казани открыт дом музея Арбузов в 77 году учреждена международная Арбузовская премия Борис Александрович Арбузов его сын слайды 17 19 20 показана вся семья Арбузов ну я не был лично с ним знаком но я его знал как заведующий в нашей кафедре в КХТИ кафедре органической химии в 29 году совместно открыл реакцию совместно с отцом открыл реакцию образования свободных радикалов триорилметилового ряда из триорилбромметана провел исследование в ряду производных перекислот фосфора который получен пестицид пестицид октометил в результате систематического поиска фосфор органических лекарственных средств стал препарат гимефосфон внедренный в медицинскую практику применяется для лечения при нарушении мозгового кровообращения и рассеянного склероза разработал совместное саратство метода синтеза исследовала структуру и свойства новых типов фосфорных гетероциклов с несколькими гетероатомами Арбузов в нем фундаментальный вклад в теорию исследовала структуру различных классов органических и элементов органических теней работы Арбузова проявления электронных и пространственных структур герцерклических молекул отмечены премией имени Менделеева Арбузов является автором более полутора тысяч печатных трудов и имеет около ста авторских свидетельств Борис Александрович член химического общества Франции почетный доктор университета в Гданьске почетный гражданин Лонзи награжден серебряной медалью Парижа в связи с 300-летием открытием фосфора 69-й год Казанская химическая школа уверенно перешагнула в новое тысячелетие сегодня интенсивно ведутся химические исследования в Казанском госуниверситете недавно отметившем полсотлетние имбелии в Институте органической физической химии имени Александра Евгеньевича Арбузова Казанского научного центра российского гдемина в Казанском государственном технологическом университете и в других научных учреждениях связь поколений цепь отношений учитель ученик не прерывается я вам доложил практически все то что я подготовил но я хочу еще в заключении сказать что я направлял свою работу на онзов своему однокашнику по институту заслуженному деятелю науки Татарстана видному профессору химику Вильяму Петровичу Барабанову он отметил что особых замечаний у него нет но он подчеркивает что это история Казанской школы именно органической химии за исключением Клауса второе наряду с фундаментальными исследованиями казанские химики уделяли большое внимание разработке внедрения технологий чисто практическими наряду с органической школой в Казани возникли школы неорганической химии электрохимии химии высокомолиарных соединений субмолекулярной химии химии высоких энергий и так далее он подчеркивает связь казанской химической школы с именем Дмитрия Ивановича Менделеева который неоднократно бывал в Казани и Бондюге ныне город Менделеевск где есть специально даже музей Менделеева свидетелем авторитета казанской химической школы является проведенная в Казани в третьем году 17-го Менделеевского съезда 1200 делегатов и 15 делегаций от обществ химических из США Германии Франции Англии Китая Японии и так далее съезд был посвящен 175-летию со дня рождения Бутлера 100-летию со дня рождения Бориса Александровича Арбузова 100-летие открытия в Казани цветом хроматографии и 135-летие открытие создания Казанского химического общества вот пожалуй все его замечания и предложения к моему докладу спасибо дорогие мои друзья за много терпения спасибо за внимание если есть какие-то вопросы я в меру своих возможностей попробую ответить после Рены Григорьевны конечно она меня везде опережает вы меня уже извините я ей всегда так сказать выделяю ее всегда и даю ей пальму перенцам женщина как учила меня мама должна быть всегда впереди еще раз спасибо большое спасибо большое ну сейчас мы перейдем к вопросам ответам я с первого зачитаю тут было комментарий был от Лоры Зак она написала интересный доклад я не знаю в каком докладе напишет небольшое дополнение в окнатную фамилию я читаю то что написала в чате это не Реналора вы упомянули фамилию Ляпунов это известный астроном соратник Лобачевского отец знаменитого математика Ляпунова хорошо сейчас перейдем к вопросам кто первый желает задать вопрос поднимите руку или Адольф я вижу руку первой пожалуйста Адольф вопрос у меня такой с чем связано вот такое очень большое интенсивное исследование это ведь наверное касается не только химии а других наук а главную роль в науке сыграли ученые в Казани вот с чем это социально экономически связано почему где-то не в Уфе не в Ашкабаде а вот именно в Казани это не вопрос ну больше это конечно докладчик по химии ну и собственно вы конечно тоже ответите прекрасно ну давайте я отвечу как я это понимаю конечно 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 дело в том что в Казани правительство очень внимательно всегда в Татарстане относилось к вопросам образования вот когда например был создан только Казанский университет то тут же немедленно были вызваны из Германии больше десяти преподавателей профессоров ну им соответственно дали там такие зарплаты но они приехали и возглавили Казанский университет фактически со дня его образования это были лучшие в тот момент силы преподавательские в Европе это была Германия после этого всегда в Казанском университете и в Петербургском и в Московском всегда посылали сотрудников учиться в Европу обязательно на год или два то есть признавалось что Россия отстала и желая так сказать поднять научный уровень вот такая была политика правительства и точно так же всегда деньги выделялись очень большие на образование это имело кстати и отрицательную сторону потому что очень многие черти какие диссертации защищали потому что им сразу чуть не в два раза повышали зарплату и многие люди которые больше всего на свете любили деньги они шли на любое вплоть до нанимали там кого-то но я не знаю что и как они делали но сколько я видела абсолютно непонятно почему защитившихся диссертаций кстати они никогда не защищали в Казани или в Москве они уезжали защищаться туда где в общем где вообще не было фактически науки она была плохо очень развита и им там было очень симпатично защищаться спасибо простите пожалуйста я тут вклинюсь потому что вряд ли наверное кто-нибудь знает как Россия была как она отстала в этом образовании я заинтересовался одним вопросом а когда были созданы университеты на западе я обомлел когда я увидел такие годы 1200 и первый университет был создан в 1000 году Оксфорд Дерб где родился Клауд где учился в 1600 на 200 лет раньше Казанского университета вы можете представить себе насколько это была вся наука и система образования отстала от Европы это исчислялось разница столетиями ну и потом можно сказать что даже в наши дни всегда на науку меньше на образовании выделялись в стране большие деньги простите пожалуйста и еще одно но это уже ближе к нашей жизни к нашему времени Казань оказалась очень и очень притягательной такой точкой в годы войны поскольку поскольку ее не бомбили поскольку поскольку там не было никогда войны и очень многие научные институты и многие видные ученые переехали в годы эвакуации из Казани и в Казани благодаря этому и Харьковский например авиационный институт и вот там где Рена начинала работать это оптический институт из Ленинграда многие специалисты просто прожившие в Казани так и не поехали обратно в Ленинград они осели там Ирена их многих там встречала нет ну в Казани самое главное что были официально перевезены все институты Академии наук и на базе этих институтов после войны создан Казанский филиал Академии наук то есть этому всегда уделялось вот такое официальное положительное мнение хорошо ну а дальше добавить уже от себя вы знаете что Татарская республика стала вторым Баку там производилось 100 миллионов тонн нефти добывалось но вы представляете какие это деньги и на базе этого стала развиваться могучая химия а правительство союза понимало что во-первых там есть место где что строить во-вторых там есть кадры которые потянут это дело а именно специалисты которые кончали химиотехнологический институт я их много потом встречал на всяких ответственных подстах в химической промышленности хорошо спасибо сейчас Михаил Филиппов пожалуйста микрофон мой вопрос относится к первому докладу по лобачевскому очень интересно было послушать хотя я к сожалению пропустил первую половину скажите Рена можно ваш вот этот доклад презентацию со слайдами и какой-то там сопровождающий текст если у вас есть просто его скачать потому что я бы хотел показать кое-что своим ученикам я я веду геометрию в математической школе и у меня есть ученики которые в общем которые интересуются знают всякие вопросы нетривиальные в частности они в клидовой геометрии про которую я к сожалению сам знаю очень мало я бы это использовал Миша я могу вам сказать что я эту презентацию сейчас опубликую на нашем сайте вы можете скачивать и смотреть без разрешения если Рена не против скажи скажи что есть есть такая работа называется врачи другими вопросами я вам хочу прочитать но я прочитаю очень мало на одну минуту когда Евтушенко ну вы все знаете Евтушенко он сам был из Сибири и он когда приехал в Казань но это давно было конечно и то он был совершенно потрясен во первых город всегда строили и делали все это с большим вкусом а во вторых он был потрясен ситуацией вообще в Казанском университете и когда он вернулся он написал поэму она почти 300 страниц посвященная она так и называется Казанский университет там многим посвящена глава ну там много всяких людей но одно из первых глав по-моему первая точно сейчас не помню вторая вот Леня подсказывает посвящена Лобачевскому я не буду вам читать все я вам один куплетик как одно из темных преступлений для тупиц не доказуем гений что за юнец с локтями дранами буян с дырявыми карманами главарь в студенческой орде так заговорчески подмигивает и вдруг с разбега перепрыгивает профессора как в чехарде это тоже он такие номера проделывал Лобачевский ну и что еще скажу ну еще кусочек кто титулярные советники раскаившиеся студентики кто повзрослел тот поправил но зрелость гения не кается а с юностью пересекается как с параллелью параллель все эта поэма есть на интернете кто хочет пожалуйста сам может ее прочесть еще я хочу воспользоваться и низко поклониться Танечке Маклеллан которая помогла совместно со мной да которая помогла и наши сделанные нами эти слайды придала им красивый вид потому что они выглядели довольно жалко должна честно вам признать ну вот но она просто умница мы ей низко кланяемся спасибо 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 было кстати вам сказать еще важную вещь чтобы знали что перед смертью он совсем ослеп и последнюю Лобачевский имеется ввиду Лобачевский ослеп и последнюю свою книгу он абсолютно слепой на 100% называлась она пангеометрия он диктовал и ученики ее записывали под диктов вот так ну а пангеометрия это опять конечно это все объяснение что такое параллельное в его геометрии вы уже поняли что это совсем не линия ну и пожалуй самое главное рано опустило что мы жили с рыночкой на улице Лобачевского это самое важное ну вот это вот библиотека грот я не знаю в каком она сейчас состоянии но она раньше была на первом этаже просто вот наискосок университета и там мы ходили туда библиотеку заниматься очень нам нравилось там было очень приятно ну Рена немножко кривит душой там не только конечно занимались студенты но там образовывались интересные взаимоотношения и знакомились молодые и поэтому это было ну как вам сказать очень и очень притягательное место не только для изучения математики или химии ну пожалуйста я отсюда делаю вывод что можно у меня спросить мягко сформулирую что геометрия вас интересует я не могу сказать что мой доклад вам был неприятен но геометрия так вон Александр Берлин одну секундочку сейчас Лёля подымала руку я потом ей дам Александр Раночка я хочу сказать что Михаил Филиппов спрашивал можно ли переслать ему слайды он своим ученикам покажет что-то можно конечно можно я опубликую это на сайте могу опубликовать он там может потому что ему проще будет хорошо хорошо сейчас Александр Берлин а потом Лёля Пенхасик Александр пожалуйста спасибо спасибо у меня такой вопрос известны ли вам какие-нибудь прикладные работы с использованием теории Лобачевского геометрия Лобачевского где-нибудь применялась прикладной астрофизики или где-нибудь в каких прихладных направлениях используют труды Лобачевского труды Лобачевского сейчас очень широко используют особенно в космосе по-моему во-первых целиком теперь общая теория относительности основывается на геометрии Лобачевского во-вторых в космологии без этого не уходит ни один спутник и геометрия Лобачевского используется не только для вот ну таких всяких простых технических задач но вот в основном из таких крупных использований это космология и теория относительности ну и до сих пор еще вот на интернете сейчас люди создают и объясняют свои модели я говорила эти модели надо математически доказывать что геометрия Лобачевского не противоречива главное были первые возражения что она противоречива ну и я для сокращения не сказала вам что Гаусс который вообще был король математики он пришел в Европе он пришел это Германия к выводу к мысли о такой неэвклидовой геометрии примерно в это же время но он побоялся выставить свою идею да понимаешь как его сейчас извините с дерьмом смажут а Лобачевский не побоялся и всю жизнь писал разные доказательства а в письме к своему другу математику он написал так Гаус что я советую тебе почитай труды русского математика по-моему они я читал он стал русский язык учить чтобы читать в подлиннике и сказал что когда я это читал я просто получал физическое наслаждение от этого текста который Астроградский порезился над Лобачевским дай бог тоже на русском языке ну ладно спасибо вам Астроградский как раз ну такое изменение но не доказано что это Астроградский все организовал злобную травлю Лобачевского и ни один ответ Лобачевского не печатали он печатался только в ученых записках Казанского университета и посылал он сам писал на французском и на немецком никто ему не переводил и эти статьи он посылал в Германию и во Францию но они до них дошли только в сороковом году при известной пародии на Бачевского писали ну ладно спасибо большое он не дожил 10-12 лет до такого признания и такого всемирного поощрения что просто жалко что он так мало не дожил это произошло через 10-12 лет после его смерти ну он очень рано умер у него были очень тяжелые последние годы и его его сняли ну ты помнишь он обанкротился там да не он ну там ну семья брат жены его был там какой-то игрок и он в общем проиграл все их деньги все их поместья и им было очень трудно жить но когда он был когда он был уже 20-й год 20 лет он был ректором и вот в этот момент какой-то там правительственный орган его снял с ректора и с резким понижением зарплаты да и был очень тяжелый для него год умер его любимый сын от туберкулеза которого он обожал и который был его любимец ну стало очень поплохело его здоровье и в итоге он вообще потерял зрение я вам сказала что написал пангеометрию это про параллельные линии диктовал хорошо я прошу прощения я не могу так сказать найти у меня что-то изменилось в зуме я не могу поднять руку по зуму поэтому я бы хотела выступить Виталий ко мне придет сейчас пламер и когда будут выступления пожалуйста дайте мне слово хорошо ну сейчас Лёля а потом это хорошо это удобно сейчас Лёля я только хочу сказать что нужно еще упомянуть если Клобачевского упоминаем рассказываем то такой был Янаш Баяй венгерский математик который примерно то же самое примерно в то же время разработал хорошо сейчас Лёля Пенхасик пожалуйста Я фактически почти получила ответ на мой вопрос Рена сейчас говорила я хотела убедиться в том что когда Эйнштейн говорил о искривлении пространства массами то именно к этому пространству как раз можно применять геометрию Лобачевского и ты фактически Рена на этот вопрос уже ответила что да это как раз то место где применяется геометрия Лобачевского так Лен не знаю слышно было желаю это не простое дело это не простое да но все же таки ты считаешь что это именно к этому пространству тоже можно применять для этого надо посмотреть хоть какой-нибудь чей-нибудь реферат сейчас выходит куча всяких как доказывают потому что там вводятся новые понятия и в общем это непросто я посмотрела одно такое это длилось 45 минут доказательства хотя это было не самое сложное вот то что я вам показала такую как трубу вот это пожалуй посложнее понятно но еще я хочу уже добавить что фактически мы сегодня на этом заседании почувствовали мощь казанской школы научной и то что мы сегодня услышали это расширило наше представление о этом городе и в этом университете и о том что вы там делали спасибо 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 сейчас Ирина пожалуйста спасибо большое за ваши интереснейшие заклады я хочу отметить пару вещей во первых Адольф спасибо за ваш вопрос потому что Рена дала такой Рена и второй докладчик муж Рены Леонид дали очень очень обстоятельный ответ на ваш вопрос для меня это чрезвычайно важно дело в том что я жила в Казани пять лет я в Казани пошла в первый класс и мы жили на улице Карла Маркса прямо напротив химико-технологического института где папа работал а напротив нашего дома наискосок было еще одно здание которое тоже относилось к этому институту по-моему там были лаборатории и вот студенты ходили улица Карла Маркса если вы помните это центр города фактически я помню там людской садик и вот образование тоже было поставлено замечательно Леня и Рена отметили и я думаю что это касалось начальной школы тоже но вот пример я решила стать математиком во втором классе какая-то должна была быть учительница чтобы у ребенка созрело такое желание и оно никогда не изменилось в течение всей жизни в течение всей школы старших классов и так далее еще я бы хотела отметить следующее смотрите вот башебузуки разбойники безобразники в детские годы потом делают потрясающие прорывы в науке это не единственный пример а люди которые так сказать скромные ну конечно это я хочу сказать что это не исключение я хочу сказать что это тоже правило не только самые порядочные благообразные мальчики и девочки становятся великими учеными но такие оторви да брось вот перепрыгнул он профессора так он перепрыгнул профессора не только когда он в школе учился он или в университете он перепрыгнул профессора в науке так интересно да вот я когда увидела описание доклада тезисы доклада Рены я увидела там слова воображаемой геометрии и тут же кликнула и нашла на интернете совершенно потрясающую статью если вы мне позволите я приведу несколько выдержек оттуда вот свыше 2000 лет математики господствовала геометрия эвклида но в этой геометрии а дальше то что рассказывала Рена сумма прямых сумма углов треугольника там 180 градусов постулат этот не представлялся математикам столь очевидным как другие и они упорно пытались доказать его вот неполный список имен ученых которые трудились над этой проблемой Аристотель Птолемей то есть они пытались доказать пятый постулат Евклида безуспешно конечно Аристотель Птолемей Прокл Лейбниц Декарт Ампер Лагранж Фурье Бертран Якоби вы представляете это все были великие великие умы печальный итог этим исканием подвел Гаусс он писал в области математики найдется мало вещей о которых было бы написано так много как о проблеме в начале геометрии ну в смысле в основании геометрии имеется ввиду система аксиом при обосновании теории параллельных прямых редко проходит год в течение которого не появилась бы новая попытка восполнить этот пробел и все же если мы хотим говорить честно и открыто то нужно сказать что по существу за две тысячи лет мы не ушли в этом вопросе дальше чем Евклид такое откровение это все его слова Гаусса такое откровение и открытие и открытое признание на наш взгляд более соответствует достоинству науки чем счетные попытки ну откровение о том что нельзя доказать чем счетные попытки скрыть этот пробел восполнить который мы не в состоянии бессодержательным сплетением призрачных доказательств и вот Лобачевский который был как я уже применила такие нецерзурные слова от Орвида Брось вот он таки и первым пришел не первым Баяя пришел раньше на самом деле немножко но Лобачевский конечно пошел дальше сейчас скажу как это случилось словом стремление доказать пятый постулат сравнивают с иступленным желанием найти философский камень в средние века или с бесчисленными попытками создать вечный двигатель вот значит когда Баяй послал свой труд статью Гауссу Гаусс как Рена сказала согласился и сообщил своему ученику что он еще 35 лет назад пришел к такому же выводу вот и когда Баяй стало это известно он опустил руки он был разочарован и в общем-то дальше не двигался Лобачевский же невзирая ни на что ему тоже это было известно он продолжал бить в одну точку то есть вот такая настырность науки она приводит к совершенно потрясающим результатам как мы слышали вот я еще хотела бы сказать как обзывали и Бачевского самого Ирина мы уже вышли поэтому сейчас мы другим дадим слово я видел мне кажется что Аркадий один поднимал руку но по-моему не ту поднимал если Аркадий хочет что-то сказать пожалуйста можно сейчас сказать только одну секундочку Аркадий вы желаете что-то сказать нет видимо нет хорошо Таня пожалуйста я не понял Аркадий хочет сказать или нет я не понял у меня микрофон выключен у меня микрофон хорошо я просто хочу сказать большое спасибо за то что я услышала дело в том что я заканчивала Горьковский университет имени Лобачевского поэтому для меня было очень приятно то что Рена говорила и Леня как будто я вернулась в свои студенческие годы Нижний Новгород вот это было приятно и второе вы знаете сейчас так много переписывают историю что иногда мне кажется Нижний Новгород это по-прежнему Горький или нынче это другой город я хотела узнать Рена как Горьковчане сегодня они себя называют Нижегородцы или Горьковчане вот это любопытно и понимаете то что университет я заканчивала имени Лобачевского у нас был очень сильный математический факультет и всегда когда я говорила что я окончила Горьковский мне сказали ой так вот ты математик то есть все во всем мире не просто только в России во всем мире всегда считали что Горький или Горьковский университет это Лобачевский но университет то был правда имени Лобачевского хотя там был филологический факультет вот собственно и все что я хотела сказать спасибо Рене вернуло меня в город Горьки хорошо на какое-то спасибо Таня Виталий я звук не сразу мог открыть я хотел бы сказать а потом Александр пожалуйста выступит теперь вопросы задавал Александр начал говорить Александр одну секундочку я потом вам дам слово Аркадий сейчас Аркадий я уже посетил Казань в составе ну больше сорока лет назад это было в составе комиссии для по проверке по проверке кафедры онкологии кафедру совершенствования возглавляемой профессором Сигалов из богатой культурной программы которая нам была предоставлена я хотел бы остановиться только на библиотеке Казанского университета значит эта библиотека была образована из библиотеки из походной библиотеки князя Потемкина Таврического и после его смерти она была передана Казани но тогда еще не было университета конец 18 века значит она была передана Казанской гимназии а когда образовался Казанский университет она легла в основу университетской библиотеки ну и вот там мне запомнились такие вещи значит нам продемонстрировали листок на котором был состав профессоров первый состав при организации Казанского университета состав профессоров он возглавлялся ректором и библиотекарем Казанского университета Лобачевским вот так ценилось тогда звание библиотекаря ну кроме того был интересен такой свиток Тора я не знаю видел ли я до этого Тору но это была Тора так размером со стол примерно шириной на толстой такой палке и ну высотой не знаю наверное близкая к человеческому росту из 50 как нам сказали кож значит это Тора 9 9 века это конечно редкая вот ну и что касается книг то меня произвело впечатление книга Амбруаза Паре значит это французский хирург который считается основоположником хирургии мировой хирургии некоторые даже считают его основоположником медицины это хирург 16 века которому принадлежит очень много открытий хирургии ну например он первый там делал легирование сосудов он изменил обработку ран он был вообще участвовал был хирургом при четырех французских королях и постоянно участвовал в походах и он издал книгу по хирургии вот соответственно в 16 веке потом она была напечатана уже в 18 веке и с иллюстрациями где демонстрируются протезы рук после ампутации и вот на первый взгляд эти искусственные протезы очень похожи на современные протезы электронные протезы роботы то есть ну вот опередил науку на несколько сот лет ну вот пожалуй все что я хотел рассказать о своих впечатлениях по экскурсии по библиотеке Казанского университета спасибо спасибо большое Александр Берлин пожалуйста слышно меня да я хотел сказать спасибо Рене и Леониду но я так сказать Лобачевского значения очень велико в том что он первый показал что можно отказаться от аксиом уже в конце где-то 1900 год Гильберт написал работу по геометрии где привел в порядок все аксиомы но в результате этого была неожиданно доказана теорема Гёделя ну во-первых было доказано что все математические доказательства это набор аксиом и правил вывода после чего Гёдель доказал свою великую теорему о том что любая теория либо неполна либо противоречива это совершенно интересное которое говорит о том что ничего нельзя доказать и ничего нельзя считать истиной ну вот таково значение Лобачевского что он первый рискнул отказаться от аксиома теперь если надо если это полезно то люди отказываются от аксиом и смотрят что без этой аксиома можно решить еще спасибо спасибо за доклад спасибо спасибо так сейчас посмотрим так если еще желающие я просто не вижу подайте голос кто хочет что-то сказать если этого нету то мы дадим возможность заключительного слова Рэне Лёне пожалуйста Рэне можно еще по этому же поводу добавить раз никто другой не поднимает руку Лёня иди сюда только не долго да значит развитие геометрии происходит не только в тех направлениях о которых мы сегодня говорили вот мы живем в трехмерном евклидовом пространстве уже очень давно математики стали думать что же происходит если осей координат не 3 а 4 5 100 n и рассматриваются пространства n-мерные потом было сделано обобщение ну скажем Гильбертом и он вел Гильберта так называемое после него назвали Гильбертово пространство где в каком-то смысле все оси координат перпендикулярны и их бесчетное количество бесконечное количество потом были сделаны обобщения в разных направлениях ну в частности Банахово пространство которые гораздо более общие чем Гильбертово потом когда так сказать эти понятия были введены стали смотреть будут ли обычные теоремы классические работать в каждом из приведенных мной пространство а также и в других и это огромнейшая область для развития математики я вот всю жизнь занималась обобщением классических теорем на случай Гильбертово и Банахово пространство ну и в начале Энмерного Евклидово пространство и многие факты обобщены а многие факты доказаны я доказала что в принципе их нельзя обобщить что классические теоремы не имеют места в этих пространствах и это зависит от геометрии пространства то есть пространства могут быть выпуклыми могут быть вогнутыми могут быть строго выпуклыми и в зависимости от геометрии пространства результат может быть тот или иной спасибо есть еще желающие что-то сказать хорошо тогда Рена пожалуйста и Леня заключительное слово Адольф просит Адольф пожалуйста я просто Адольф просит Адольф я слушаю да пожалуйста можно сказать спасибо ну такой доклад сдвоенный мы прослушали с огромным удовольствием и с большим терпением говорить о качестве докладов об уровне нет никакой интереса праздности потому что это самый высокий уровень докладов наш клуб мы называем клуб ученых и естественно мы должны рассматривать вопросы науки и вот сегодня в докладах Рены и ее забываем уже слова близких товарищей мы увидели не только историю не только вот такой социально политический уровень города и университета у нас например в университете фамилия Лобачевского как-то проходила в каком-то критическом ключе и у меня например создалось впечатление что это неудачник больной гонимый и ну типа чуть ли там не революционер которого везде и всегда прогоняли оказывается это был очень уважаемый процветающий ученый достигший больших успехов доклад по поводу химиков конечно превосходит все наши представления о докладах и вот слушая такую подробную речь о химиков я например подумал может быть мы изменим наш устав и вот это вот ограничение по времени 45 минут как аксиому какую-нибудь отменим потому что в докладах действительно люди затрачивают очень много времени при подготовке и им докладчикам нам хочется все рассказать все познакомить слушателей с этими вопросами ну и конечно бывает неудовлетворение когда мы обрываем говорим там время истекло и прочее вот это очень важное мне кажется положение поскольку сегодня мы в десятикрасном размере превысили тот лимит который теоретически мы пытаемся верстать так вопрос может быть надо ставить так что а нужен ли этот лимит мы интересуемся наукой давайте мы будем слушать все что касается науки данного раздела ну может быть мы сутками не будем сидеть но тем не менее так это такое может быть предложение наивное но имеет мысль я думаю а по существу доклады вот нашей семьи ну конечно могут служить образцом во всех отношениях и глубина научного доклада 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 вот химиков допустим я знал что столько химиков было российских и столько они решили проблем а химия наука вообще ужасная там какие-то методы никому непонятные по сравнению с физикой где четко ясно взял включил рубильник или там взвесил пирю бросил тело и так далее поэтому высокий уровень сегодняшних докладов просто вызывает восхищение и я думаю мы поздравим наших докладчиков с большим творческим успехом спасибо вам спасибо спасибо хорошо есть ли еще какие-то желающие задать вопросы или сделать комментарии ну если нет пожалуйста Райна и Леня ваши заключительные слова пожалуйста я хочу еще раз во-первых поблагодарить всех за терпение я знаю что слушать про Лобачевского это нужно очень напрягаться спасибо что вы все выслушали и были столь терпеливы я очень много сократила ну не стала говорить потому что вот правильно сказал Адольф у нас у меня было 45 минут и я главная у меня была идея не все изложить а не выйти за пределы времени тем более мы с Леней согласились сделать два доклада в один день ну так уж надо было как-то держать марку так еще я хочу сказать еще раз спасибо Танечке спасибо всем кто пришел на сегодняшнюю лекцию я поздравляю вас с мужеством нужно было иметь большое мужество чтобы пойти слушать да еще две лекции в один день и про химию и про геометрию ну вот такова жизнь я хочу поздравить всех с наступившим уже старым новым годом уже и он прошел и теперь остается только пожелать всем нам чтобы лучше прошедшего и главное чтобы мы все были здоровы веселы а тогда мы будем делать доклады будьте все здоровы всех вам благ большое спасибо главное следите за собой потому что опять какая-то там эпидемия черт ее знает будьте осторожны все спасибо спасибо мне запрещено это читать но я очень много с Ряночкой занимался Лобачевским и вы помните я говорил вам что мы много лет прожили на его улице вот значит немножко вот такого было все в его судьбе он был мальчик хулиганский ракеты в небо запускал и был довольно бесшабашный дурачился дерзил отважно мечтал о разностях довольно странных но слыл он пацаном смышленым и забавным но не давал ему покоя склад земли там где-то далеко за горизонтом другие страны и другие пацаны другие судьбы и другие сантименты как в складках у земной коры в той кривизне что явно козабочит могли ужиться люди из веки которых и представить как линии земли терялись уходя за горизонт как в дымке в полном озарении они возможно и пересеклись хотя и в клипном говорить что это невозможно об этом нужно думать не гадать надо ученым доказать что 5 на 5 не 25 и вот уже в раздумьях о странностях превратности судьбы наш Николай в созвездиях отмечен как низвергатель и носитель новых геометрий кривизны его бунтарская наука победила и гений оказался дальновидней и мудрей все ну а рыночки я всегда говорю за это ты мне налей хорошо спасибо спасибо не по теме вернее по теме но не по теме я только вам премного благодарен за то что вы как-то вот нашли в себе столько терпения чтобы слушать эту химическую науку она ведь понимаете довольно в общем скучноватая там сплошные формулы сплошные превращения которые понять даже невозможно без конкретной работы в лабораториях и если вспоминать свои студенческие годы когда у меня колба с серной кислотой взорвалась а мы только что поженились и у меня весь новый костюм он был единственный он разлился на глазах меня моментально хорошо что глаза не поражены моментально положили в щелочную ванну помогла там лабораторные товарищи это сделать и я позвонил Рене и говорю тащи костюм а в ответ я услышал сплошной хохот ты что там голый что ли сидишь она конкретно поняла химическую науку именно в этом разрезе спасибо доктор Ирина Колес пожалуйста мне можно немножко не по научной теме а про Казань я в восторге совершенно от доклада особенно мало что поняла конечно в Леонидином докладе но про Лавачевского очень интересно а я то по серости своей про Казань знала всегда только одно что в Казани водятся особые казанские коты и когда в 18 веке в зимнем дворце в огромных количествах раскладились мыши и крысы и они портили здание императрица Елизавета Петровна до нее дошли слухи что в Казани водятся некие особые невероятно сильные бойцовские коты благодаря которым в городе вообще нет грызунов никаких и в 1745 году она издала указ о высылке ко двору казанских котов который гласил сыскав в Казани значит самых лучших и больших 30 котов прислать их в Петербург ко двору значит ее императрическому величеству указ был немедленно выполнен и 30 котов вывезены были из Казани в Петербург по указу корма им давали сколько надлежит немедленно так гласил указ о высылке котов по двору от 24 октября 1745 года вот и коты исчезли грызуны и крысы полностью исчезли коты очень хорошо прижились и выполнены свое дело и казанский кот он является такой особый так он и есть казанский вот кот это особый это хорошее подведение подведение в хорошем смысле слова хорошо спасибо всем спасибо докладчикам в первую очередь Рене и Лене и всем присутствующим спасибо мы подключаем запись спасибо 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 Продолжение следует...